Новую воинскую часть МЧС создадут в Казахстане. Местом ее дислокации станет город Актобия. В штате будет 880 человек. Соответствующее постановление приняли в правительстве. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов у себя на странице в Facebook. Он отметил, что также увеличится и штатная численность служб МЧС. Ряды пополнятся почти на 2000 человек. Глава Кабмина подчеркнул, что сейчас в приоритете вопросы безопасности реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, Смаилов прокомментировал ситуацию в Турции и Сирии. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также поблагодарил казахстанских спасателей за помощь в поисковых работах. Второй энергетический блок белорусской атомной станции запустят уже в марте. Об этом заявил премьер-министр страны. Роман Головченко встретился с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. БелАЭС построена по российскому проекту. Атомщики из страны-соседки помогают и запускам в сеть второго энергоблока. Ядерное топливо загрузили в конце прошлого года. На станции установлены реакторы третьего поколения повышенной безопасности. Аналога в мире нет. АЭС не страшны землетрясения, ураганы и наводнения. Она показала свою эффективность, заявил глава правительства. Во время включения в энергосистему страны первый блок выработал 11 миллиардов 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Россия и Беларусь также совместно работают над безопасной утилизацией отработанного ядерного топлива. Реализуются все мероприятия этапа физический пуск. Мы надеемся на то, что первое включение в сеть состоится уже в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска. Проект, конечно же, очень сложный и технический, и финансово. Поэтому целесообразно встречаться для того, чтобы вопросы, которые отрабатываются с экспертами, специалистами, мы могли уже окончательно с вами обсудить. В Индии нашли большое месторождение лития. Такое произошло впервые в истории страны. Месторождение находится на территории Джаму и Кашмира. В последнее время Индия стремится увеличить импорт ключевых для промышленности металла, включая литий. Они нужны для реализации ее планов по производству электромобилей. До сих пор страна закупала литий во Аргентине и Австралии. Теперь ситуация может измениться. Литий применяют в производстве электромобилей, мобильных телефонов и зарядных устройств для ноутбуков. Основной центр добычи этого металла находится в Южной Америке на территории Чили, Боливии и Аргентины. Он известен как литиевый треугольник. Также большие запасы лития есть в Австралии, Китае, Демократической республике Конго, Канаде и Германии. Кроме того, известны месторождения в США, Бразилии, Сербии и России. Запасы лития в составе алюминиевой руды достигают почти 6 миллионов тонн. Это хорошее событие для всей страны. Европейская экономика, как ожидается, избежит рецессии. В этом году заявляет Еврокомиссия в скорректированном экономическом прогнозе на 2023 год. Уровень инфляции также будет ниже, чем предполагалось осенью. В частности, ВВП Еврозоны вырастет на 0,9%, а не на 0,3%, как аналитики считали три месяца назад. А рост экономики Евросоюза в целом составит 0,8%. Еврокомиссия утверждает, что благоприятные события, произошедшие с момента публикации осеннего прогноза в ноябре, улучшили показатели на текущий год. В том, что касается инфляции, Еврокомиссия понедила прогноз для Евросоюза на 2023 год до 6,4%. В Брюсселе считают, что пик роста цен пройден, благодаря снижению стоимости электроносителей. Оптовые цены на газ упали значительно ниже до военного уровня, говорится в прогнозе, а уровень запасов газа в хранилищах превышает среднее сезонное значение прошлых лет. Кроме того, рынок труда в Евросоюзе продолжает демонстрировать высокие показатели, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне 6,1% на конец 2022 года. Прогноз темпов роста на 2024 год остается неизменным – 1,5% для еврозоны и 1,6% для Евросоюза. Ожидается, что Еврокомиссия представит следующий экономический прогноз в мае 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин